Всем привет! Днепр на связи. 14 марта, 10.08. Ну что, друзья, прошла очередная ночь. Принесла она новые взрывы, новые прилеты и сигналы воздушной тревоги. Ну, во-первых, начнем с того, что сегодня в городе Кривой Рог объявлен траур. Пять человек погибли вследствие удара ракетами в городе Кривой Рог. Ну и сегодня флаги приспущены, отменены все развлекательные мероприятия, траур в городе Кривой Рог. Что касательно официальной информации по ночным событиям, друзья, у нас в области. Глава областной военной администрации Сергей Лысак указывает на то, что продолжались обстрелы Никополя и Никопольского района. Были удары из артиллерии по Марганецкой громаде, позже по Червоно-Григорьевской. Никто не пострадал. Также почему-то областная военная администрация указала на то, что ночь в районе прошла без атак. Спокойно было на всей территории области, кроме Никопольского района. Ну а то, что беспилотники у нас летали с полвторого ночи до полпятого, этого, видимо, никто не видел и никто не знает. Позже, правда, глава областной военной администрации нам сообщил о том, что все-таки было сбито три беспилотника. Приземлили их в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах. Я так понимаю, подразумевая то, что по одному было сбито. Тут я не знаю, что даже сказать, потому что было их очень много беспилотников. В Литалии они, мало того, пролетали транзитом прямо в воздушном пространстве нашего города, Новомосковск, над Каменским пролетали, там Апостолова, еще много населенных пунктов. Было очень много беспилотников через нашу область. Сбито три. Ну, кто мы такие, чтобы не верить официальной информации? Так, то и так. Но летало, летало и летало очень много. Что еще, друзья? Не прилеты, не разлет снарядов, а просто дело случая уносят жизни наших жителей города. Два человека погибли в пожаре этой ночью. Случился пожар в проулке Мраморном Новокадатского района. Там горел частный дом. По предварительной информации, пожар случился из-за неисправного газового оборудования. Во время тушения пожара обнаружили два обгоревших тела. Мало того, это не все. Вчера еще один пожар в квартире на Слобожанском, на втором этаже. Тоже одно тело обгоревшее. Труп одного мужчину удалось вывести и спасти. Игнат, проснувшись, рассказал нам о том, что этой ночью Россия применила 36 беспилотников. Беспилотников 22, из которых мы смогли сбить. Но сами видите, какое число официальных прилетов. Не говоря уже о разлете снарядов, обломков после работы ПВО. Кстати, летали беспилотники в большом количестве над Харьковом, Харьковской областью. Ночью выпускалась ракета по Чугуевскому району Харьковской области. Там говорили о прилете над Харьковом. Что известно, сообщили о падении беспилотников в центре города, среди частных домов. Люди не пострадали. Показали потом на огороде, там беспилотник упал. Говорят, еще метр влево-вправо на дом бы упало. Я так понимаю, что это после работы ПВО. Они приземляли, слава богу, никто не пострадал. Потом в 5 утра с Белгородской области полетела баллистика по Харькову. Сообщается о прилете по нежилым гражданским объектам. Также где-то в пригороде еще один прилет. В общем, и беспилотники по Харькову, и ракеты по Харькову. Вот так это все дело летело. И в то же время утром в 8 утра появилась информация о том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Было сбито 8 воздушных целей. По официальной информации указывается на то, что по предварительным данным в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Видео есть в сети. Там действительно дорога, трасса и полностью сгоревшие автомобили. Говорят, что вот в него прилетел снаряд из реактивной системы залпового огня. Указывается на то, что также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место в городе Белгород. Есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения. Пробита кровля и повреждены пятый и шестой этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, потомовой обход продолжается. И еще российские источники указывают на то, что под обстрел в СУ попало село Щетиновка Белгородского района. Пострадавших нет, есть прилет на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате попадания снаряда повреждены трактор и один легковой автомобиль. Подворовой обход там также продолжается. При этом русский добровольческий корпус сделал обращение. Записали они видео. Это те же, которые в Харьковской или Сумской области захватывали Теткина Белгородской области. В общем сказали, что нужно россиянам эвакуироваться с Белгородской и Курской областей, с больших городов, потому что где-то через полтора часа, видео они по-моему залили в девять, будут наноситься удары по военным объектам на территории Курской и Белгородской области. Вот так вот сказали, что власть не проводит меры эвакуации, прикрывается мирными гражданами, поэтому дело мирных граждан спасти свою жизнь. Вот такая ночь, такое утро. Спасибо за внимание, берегите себя и хорошего вам дня.